Добрый день, уважаемые слушатели. У микрофона работает Светлана Занько. И сегодня у меня замечательный гость Леонид Клейн. Это гость не совсем мой. Он мой только на этот час. А вообще-то Леонида пригласил наш опорный вуз, Советский государственный университет, с лекцией в политехническом, которая проходит вот сегодня, когда мы записываемся. Это 14 декабря, пятница, прямо вот накануне, за два часа до того, как состоится открытая лекция в политехническом с очень интересной темой. Леонид, добрый день. Здрасте. Ну, прежде всего, надо сказать, что наша радиостанция с удовольствием поддерживает этот проект лекции в политехническом. И нам очень радостно, что вуз не прерывает эту историю. Проект, правда, замечательный. Так редко бывает в нашем городе, что ты можешь спланировать свой вечер, накануне выходных, прийти, послушать, задать вопросы, вступить в дискуссию и вот так вот зарядиться к выходным. Вы впервые приехали в Киров-Леонид. Да. Наши новостники уже успели у вас взять комментарии, первые впечатления о городе собрать. Я знаю, что у вас была экскурсия по городу, а я знаю, что вы еще в вуз даже не успели зайти. Нет, не успели, я был уже в Герсонской библиотеке, у меня была обзорная экскурсия. Могу сказать совершенно искренне, что я точно хочу сюда вернуться. И надеюсь, я прочту лекцию настолько хорошо, чтобы меня пригласили еще раз. Вот, прекрасно так все сложилось, благодаря руководителю проекта «Лекции по техническому» Наталье Поспеловой, которая вот просто, понимаете, кто-то мне пишет в Фейсбуке, я откликаюсь, и вот я здесь. Прекрасная совершенно история. Это такая очень современная история. Да, и так всегда, сейчас практически у меня всегда так бывает. Ну, надо сказать, что Леонид, наш коллега, он журналист, вы журналист, вы ведете свои программы на культуре и на Серебряном дожде, я ничего не путаю? Да, да, у меня есть своя программа о литературе на Серебряном дожде. Я, наверное, уже не журналист в том смысле, что я не занимаюсь новостями, там, если угодно. У меня есть авторская программа о литературе на Серебряном дожде, и уже 12 или 13 лет. Называется она «Каменный гость». Кроме этого, у вас есть свой проект в интернете? Да, у меня есть свой проект в интернете, потому что в какой-то момент я вообще 23 года преподавал литературу в школе. Вот, а потом... Я так замолчала, потому что это многое о многом свидетельствует. Да, в основном о расстроенной нервной системе. Вашей и детей, и родителей. Нет, 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 дети, стойкие, родители тоже. Вот. А потом я стал заниматься, скажем так, это тот же урок литературы, но на других площадках. Я стал работать на радиостанции, в какой-то момент я стал читать проститические лекции. У меня есть свой действительно проект в интернете, который называется «Я читатель». Это на самом деле мобильное приложение для айфона и для андроида. Его можно скачивать и слушать мои лекции пока в пробках, или в самолете, или в поезде. Вот. Это мои лекции о литературе, о кино, о культуре, немножко об истории. Это такой просветительский проект. Да, я когда заглянула в интернет и посмотрела несколько Ваших видео, а, кстати, надо сказать, что есть форматы большие, есть форматы короткие. То есть если есть мало времени, можно посмотреть какой-то короткий формат, короткий монтаж. Да, есть, 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 да. И вы там говорите, когда спрашивают, я сегодня подругу регистрировала на лекцию политехническом, она говорит, о ком он будет говорить, он на ком специализируется? На классиках или на современной литературе? Я говорю, слушай, у неё там от Селлинзера и Гоголя до Оксимирона вообще. Да, 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 да. Дело в том, что, слава Богу, знаете, так же, как гуманитарная наука больше не делится, там, не знаю, на литературу ведения и историю, вот, как бы, границы смыты. Ну, в смысле, вот, как бы, там, у современной учёной он никогда не бывает филологом или историком. Он, это, это вот всегда где-то на границе. Также, на самом деле, нет никакого больше разделения на, там, не знаю, древнюю литературу, 19 века или современную, потому что меня интересует то, что может заинтересовать читателя. Истёк ли срок годности у Пушкина? Нет, не истёк, мы можем его читать. Мы можем, то есть мы можем читать Евгения Онегина. То есть мы уже не понимаем, что мы некоторые слова не понимаем, но вы Евгения Онегина можете прочесть без словаря. А если вам не интересен Евгений Онегин, то это означает, что у вас там плохой преподатель литературы. Точка. Но Пушкин, в принципе, доступен читателю. Кроме Пушкина, читателю может быть интересен, там, не знаю, Зуболотский, который у вас родился, или там ещё кто-нибудь. Условный Оксимирон, о котором там я тоже сделал лекцию, ну, это такой вот, ну, там, перепев раннего Маяковского, который тоже у вас был в городе и читал лекцию. Понимаете? Перепев раннего Маяковского. Для человека, который заходит в книжный магазин, не так важно, когда это было написано. Важно это живое или неживое. Поэтому я не делю литературу на современную и на условно-классическую, на русскую и на переводную. Я не делю её на жанры. Есть вещи, в которых есть смысл и образы, и они доступны. Понимаете? То есть, можно сделать лекцию про слово о полку Игореве, но вы никогда не начнёте читать слово о полку Игореве. Это совершенно закрытый текст. Ну, в смысле, он интересен историкам, он интересен... Вот здесь, на уроках истории. Но вы перед сном не будете читать слово о полку Игореве. Точка. Ну, просто не будете. Поэтическое предложение Заболоцкого, а слово о полку Игореве прочесть можно, но это, извините меня, вторая половина XX века, и всё. И там, например, я не знаю, повесть о Петре и Февронии вы тоже не будете читать. Ну, потому что... Вот не будете. Это можно читать для образования, для филологов. А вот, допустим, над пропастью Варжи вы будете читать. И Пушкина будете читать. Всё. То есть, понимаете, есть тексты, которые можно... которые для массового читателя закрыты. И даже если вы просчёте о них лекцию, эта лекция, ну, там, на Арзамасию можно повесить. Ну, в смысле, вот, для образования. Да, ещё раз акцентирую, что нужно смотреть, слушать Арзамас. У нас как-то не очень слушатели ещё освоили этот ресурс, но ещё раз... Вы отключаете таких слушателей от эфира, которые не знают, что такое Арзамас. Понимаете? Арзамас — это очень, в самом хорошем смысле, высоколобая вещь, и там прям большие учёные выступают. Это интернет-продукт, надо сказать, посвидетельский. Да, это совершенно невероятно прекрасная... Очень многограммная история. Многранный, объёмный, прекрасный продукт, во главе которого стоит Филипп Зитко. И они уже несколько лет, скажем так, вот такая экспансия, продуманная, медленная, неуклонная такая экспансия по захвату вот такого литературного, культурного пространства. Я хотела, Леонид, обратить внимание, всё-таки меня не оставляет в покое ваш опыт работы в школе. У меня сестра филолог. Она прекрасный преподаватель литературы русского языка. Поклон ей. И у нас не всегда спор по поводу того, можно слушать Оксимирону или нельзя. Можно вообще об этом говорить или нет. Кому можно? Учителям, прежде всего. Потом, конечно, детям. Вот эти все интернет-продукты, которые я регулярно скидываю ей ссылки, мы это всё знаем, мы это всё там проходили. И она очень категорично бывает в своих суждениях о том, что можно слушать, что нельзя, что можно интегрировать в школьную программу, что нельзя, и вообще нужно ли ограничивать детей в том, что они там ищут в интернете с точки зрения подготовки проекта или собственных интересов. И что ваша сестра считает, что нужно ограничивать? Она довольно консервативная. Смотрите, я могу так сказать, что сама школьная программа это уже, конечно, страшная архаика. Я вам объясню очень простую вещь. Что вот нас сейчас там слушают, какие ваши слушатели? Полумиллиона человек. Да, в этом прекрасном городе. И кто слушает, может сам себя спросить. Он закончил школу? 100% людей скажут да. Он закончил вуз? Ну, не знаю, 80% или 90% ваших слушателей скажут да. И теперь третий вопрос. Вы прочли полностью Войну и Мир? Ну, в смысле, ребята, не надо себе врать. Полностью вы прочли, ответ нет. Что это означает? Что у нас есть старинная русская забава, которая называется обмани самого себя. Все дети знают, что они не читают Войну и Мир полностью. Все родители это тоже знают, потому что родители были детьми, и они знают, что это невозможно прочесть. Учителя знают, и методисты знают, и министр образования тоже это знает. И даже президент это может знать, поскольку он тоже учился в этих же условиях, но при этом мы загоняем в школьную программу вот эти сотни страниц, тысячи, которые прочесть невозможно. Когда я говорю невозможно, это не значит, что Толстой плохо писал. Я очень люблю Толстого, у меня есть лекции про Войну и Мир, и я очень люблю делать лекции про Войну и Мир и рекламировать этот роман, но ясно совершенно, что все четыре тома в школе пройти невозможно. Во-первых, их невозможно прочесть, просто физически, если вы не гуманитарный класс, и вы не готовитесь на филфак. Во-вторых, есть четвертый том, где там концепция истории, а в-третьих, сколько часов по программе, сколько часов есть. Ясно совершенно, что это полная архаика. Ну, невозможно за какой там, десятый класс изучить Тургенева, Гончарова, Толстого, Чехова, Островского. И список можно продолжать. Это как прием у врача сейчас, пять минут на пациента. Именно, понимаете? Значит, каким образом решается прием врача? У вас есть деньги, вы идете к частному врачу, или там вы идете к этому же врачу в другое время, или вы умираете? Здесь то же самое. Мы либо, мы либо обратимся к реальности, и, например, скажем так, дорогие прекрасные дети, роман «Война и мир» с вами будет всю жизнь. И вы прочтете его, но вы прочтете его тогда, когда у вас будет время. А сейчас мы, например, вас знакомим с несколькими сценами. Или мы вас знакомим, окей, с первым томом. Или мы знакомим вас, мы читаем столько, сколько у нас есть времени. Каким образом школа относится к ученику? Примерно так же, как прокурор к преступнику. Что пока ученик находится в наших стенах, мы его можем заставить что-то сделать. А потом, мы же знаем, что он больше книжкам не вернется. Поэтому давайте запихнем в него побольше текстов сейчас. На самом деле нужно относиться к ученику как к любимому ребенку. Что вот ты сейчас только попробовал, а дальше вся жизнь впереди, она настолько прекрасна у тебя будет, дорогой Ваня, что ты, конечно, откроешь войну и мир, потому что это просто здорово. А у нас по-другому. Ах, ты такой гад, не знаешь, зачем Андрей Балконский бодался с дубом, мы тебе ставим двойку. Но потом, конечно, Ваня в какой-то момент уже оканчивает школу, и он никогда не открывает войну и мир, потому что он помнит это оскорбление и унижение. Горький вкус остался. Да, потому что Лев Николаевич Толстой точно не писал этот роман для того, чтобы человеку до 18 лет ставили двойки, оценки и вообще манипулировали его жизнью с помощью авторитета какой-то книжки. Ну, эта ситуация абсурдная. Поэтому, думаю, что сама школьная программа нуждается ну не просто в корректировке, понимаете, или там, следующий момент. Ее корректируют бесконечно. Да и там нечего корректировать, на самом деле, если так серьезно говорить. Понимаете, ну да, например, есть еще такая тема школьные учебники. Вот школьные учебники, вот единый школьный учебник, вот не единый школьный учебник. А давайте такого автора, а такой... Это все позапрошлогодний вообще снег, потому что существует такая вещь, как Розамас. Потому что... Возвращаемся. Вот у меня есть собственное приложение, которое называется Я читатель. Вот прям, что называется, рекламирую. Где там больше 40 коллекций моих собственных, вы можете взять и послушать. Вы можете послушать, открыть Ютуб, и даже не называя имя лектора, послушать, там, не знаю, там, лекции о Пушкине. Мас. Включаю. Я не знаю, Быков, Арахангельский, Выбирай, да, подачи. Дима Бак, там, тот же Клеен, куча людей из Розамаса. И это перечислять еще можно долго. Вопрос, какие учебники? Вот живые авторы уходят в интернете. Завтра это будет в Инстаграме. Я вот, например, сам веду Инстаграм. Вот я веду Инстаграм не для того, чтобы, так сказать, фоткать себя на фоне, там, Трифоновского монастыря. Так называется, да? Да. И там еще что-то. У меня культурный Инстаграм. Я там его называю Инстаграм, который можно читать. И я говорю там только о литературе, о культуре, там, о фильмах, о кино. Вопрос, какие учебники литературы, какая школьная программа? Все это должно быть давно в Инстаграме. То есть, по идее, учитель должен приходить на урок, у детей должен быть как бы там открытый, не знаю, Инстаграм, что это, и дальше все это можно обсуждать. Это не значит, что мне нужно читать книжки. Просто очевидно, что учитель, как единственный человек, который что-то знает, и, главное, знает правильную точку зрения, но это давно ушло. В вашем понимании. Да, конечно. Это присутствует, конечно, в школе. Да, да, да. Это присутствует в школе, но это приближает... Ну, сейчас совсем другая ситуация. Прорыва не будет, пока мы не изменим свое отношение к этой истории. Леонид Клейн, автор и ведущий литературных программ на радиостанции «Серебряный дождь», журналист, публицист, старший преподаватель Леонид Клейн Хиггс, основатель интеллектуального клуба «Самое важное» и создатель мобильного приложения собственного проекта аудиолекции «Я читатель». Сегодня, 14 декабря, когда мы записываемся, в 5 часов вечера у Леонида в нашем опорном вузе лекция, открытая лекция в политехническом, так называется, цикл этих программ, цикл этих лекций. И мы давайте сейчас обратимся к теме этой лекции, с которой вы приехали. Кстати, кто вам обозначил тему? Вы сами выбирали или вас попросили как-то в процессе обсуждения выработаться? Ну, декабрь, вон там у вас ёлка ставится, но как-то уже, понимаете, все уже нацелены на запах мандаринов и приготовление салата оливье. Но мне кажется, что зимний предновогодний месяц он как-то так провоцирует тему. Тема моя называется так. Снег идёт или как отметить Новый год вместе с Рождеством вместе с литературой. Вот, мы эту тему вместе выбрали с замечательной Натальей Поспеловой, которая является руководителем проекта лекции в политехническом и по приглашению которой, по приглашению университета и ректора. Вот, я, значит, здесь нахожусь. Большое всем спасибо. Тут такая подача в анонсе сегодняшней встречи. Автор лекции предложит по-взрослому перечитать главные рождественские новогодние истории, вспомнить знаменитые стихи, сюжеты и так далее. Что значит по-взрослому? По-взрослому? Знаете, был такой анекдот в конце советского времени, когда вот эти генеральные секретарии, то есть руководители нашего государства помирали, умирали очень быстро. Там, да, значит, сначала умер Брежнев, который долго правил, потом Андропов раз тоже умер, а потом Черненко еще быстрее умер. Ну и там по этому поводу было разных много анекдотов, и когда, и один анекдот звучал так, что сегодня после долгой продолжительной болезни, не приходя в сознание, это была такая формула советской пропаганды, приступил к выполнению своих обязанностей, но в генеральном секретаре, вот, не приходя в сознание. После того, по-взрослому это значит пройти в сознание. Проблемам школы, массовая школа, если учитель не, если учитель работает, не приходя в сознание, а учителя очень часто работают, не приходя в сознание, потому что, вы что думаете, средний учитель перечитывает войну в мир? У него что, если на это время, даже если он хотел бы? Вот просто реально, понимаете? У него там 30 часов, классное руководство, проверки, повышение, квалификации, журнал, пятый, десятый, весь этот бред. А когда ему почитать Толстого? Когда он в последний раз сам читал Толстого, это я сейчас, кстати, серьезно совершенно говорю. Летом, понимаете, у него что есть, там у среднего российского учителя есть возможность там куда-нибудь поехать на Бали, лежать на пляже, читать Толстого? Нет, мы все прекрасно знаем. Так вот, приходя в сознание, по-взрослому, это значит читать медленно, задавая себе вопросы и как-то соизмеряя себя с текстом. Именно поэтому, кстати, нельзя гнать в школе. Поэтому весь этот план абсолютно контрпродуктивен и вреден, и вообще как бы духовно вреден. Понимаете, роман там пишется, или даже стихотворение иногда пишется. Иногда стихотворение может очень долго рождаться. Иногда там, например, допустим, там знаменитая стихотворение Державина «Бог», оно там писалось несколько месяцев, он там е... Понимаете? А мы должны все пройти за 10 минут. Понимаете? А мы благодаря этим текстам вообще осознаем себя русскими, или там европейцами, или вообще людьми. Но это все скорее, 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 скорее. Нам не нужно количество. Это не то количество, которое перерастет в качество. Наоборот, нам нужно качество восприятия текста. То есть вот в этой лекции, которая сегодня... Я постараюсь... Вы не дадите список там 20 обязательных книг, которые нужно прочесть за новую очередь. Это вообще слово... Мне вообще кажется, что ничего не нужно. Понимаете? Вот, ну, как бы... Нужно платить налоги, и все остальное нужно... А все остальное это уже добровольно. Вот, как бы, человек свободен. Не надо заставлять читать. Ничего не нужно. Нет ничего такого нужного. Любимая ваша новогодняя история, о которой наверняка вы сегодня будете говорить. Литературная. Уточняю. Знаете, я так скажу, мне не очень нравится слово «любимая», но я скажу, очень значимая для меня история литературная. Роман Сложеницына, автору, как мы знаем, сейчас исполнилось 100 лет. Путин вот даже памятник открывал. Роман Сложеницына в круге первом начинается с 25 декабря около 50-го, 51-го года. 51-го года, кажется. И заключенные сидят вот в шарашке в такой научной тюрьме, где куется значит там ну фактически там благосостояние страны. Ну да, научный такой прорыв в тюрьме. И они понимают, что сегодня католическое Рождество. И с этого начинается роман. И главный герой Иннокентий Володин звонит в американское посольство для того, чтобы сказать, что наши разведчики собираются украсть секрет атомной бомбы у американцев. А там никого нет, потому что праздник. И вот с этого начинается роман. С Рождества. И он начинается довольно как бы такой почти в такой новогодней кутирьме. Он начинается очень как бы с таких светлых и шутливых тонов в том числе. Хотя понятно, что роман об очень мрачной эпохе. И это, конечно, не случайно, что он начинается с Рождества, и с такого всемирного события, и вообще, что там как бы потом Новый год. И это важная история. Мы знаете, мы очень часто, мы очень часто не видим вот этой рождественской темы в литературе. Вторая моя любимая история литературная, это, конечно, Селлинджер на пропасть у Варжи, потому что главного героя Холдена Холфеда выгнали из очередной школы, как мы помним, как раз во время рождественских каникул. И он болтается там три дня в Нью-Йорке, и это Рождество. И это тоже очень важно, потому что это как бы такое время перезапуска. Вот, наверное, вот так вот. Две значимые истории. Мы так замолчали с вами, я понимаю, что Новый год и Рождество, конечно, это самый значимый, наверное, для россиянина праздник, но единственный праздник, который мы все вместе осознаем как праздник. Вот просто праздник. И в то же время это тот самый период, когда мы чего-то пытаемся переосмыслить в любой форме. Кто-то это делает в виде списка очередного, кто-то говорит, вздыхает, какой тяжелый был год или как он трудно закончился. Вот сейчас я вижу такую картину. Но вообще-то в последнее время каждое окончание года я такое вижу, наверное, с 14-го или с 8-го даже. Кто-то, наоборот, очень сильно заряженный строит планы на будущее. Самое время и действительно перечитать, и переосмыслить, и перечитать собственную историю. Об этом речь идет, когда люди вспоминают о Рождестве и описывают Рождество и Новый год в литературе тоже. Вы сегодня будете об этом говорить? Да, я сегодня буду об этом говорить, я не знаю, успею ли я, но просто еще, понимаете, Рождество у нас еще связано с переменой ландшафта, климата и цвета, да, вот все-таки Россия становится там снежной, и снег это все-таки очень как-то он сопутствует обновлению. Символично. Да. У Земфира есть такая строчка «Снег пошел, и значит, что-то поменялось». Хорошо, я буду сдержанный и взрослый. Я люблю твои запутанные волосы. Вот понимаете, снег пошел, и значит, что-то поменялось. И это вообще хорошая поэзия, это хорошая строчка. она вплетается, она вплетает себя вот в этот такой рождественско-снежный сюжет русской литературы. Поэтому, да, я буду говорить про перезапуск. Это Леонид Клейн, мы прервемся на небольшой перерыв, полтора минуты вы можете наслаждаться рекламой, а мы продолжим. Продолжим нашу программу, у микрофона работает Светлана Занько, сегодня в гостях в нашей студии Леонид Клейн, автор ведущих литературных программ радиостанции «Серебряный дождь», журналист, публицист, старший преподаватель Ларен Хиггс и гость лекции в политехническом. Открытая лекция, которая проходит в пятницу, в день, когда мы записываемся, 14 декабря, собирает традиционно полные залы. Мы стараемся знакомить с теми людьми, которых приглашает в УЗ, знакомить в нашем эфире, потому что, если кто-то еще не побывал, то вот лично я крайне рекомендую, highly recommended ходить на эти лекции. И славно, что политехнический, по-старому называю его, славно, что ВятГУ приглашает теперь чаще, чаще гостей в свой дом, и можно практически каждую пятницу приходить на эти встречи. И вот там, слава Богу, вот подтверждение вашим словам, Леонид, там нет догматов, там нет сухих лекций, там есть возможность задавать вопросы, ощущать, что ты не один в этих обсуждениях, и это очень классно. Поэтому я всячески рекомендую всем зайти на сайт ВятГУ и посмотреть, что там будет дальше, потому что теперь уже, поскольку программа выходит в понедельник, в гости к Леониду Клейну прийти вам не придется. Да, только если меня уже смотреть в интернете. Да, и надо еще раз напомнить, это нужно сделать обязательно, я читатель, это... Мобильное приложение, это мое мобильное приложение, да. Да, можно посмотреть на смартфонах, в интернете, на обычных компьютерах, замечательные лекции, короткие и длинные по литературе. Аудио лекции. Вот, не могу не зацепиться, вы перед перерывом процитировали Земфиру, у меня это сразу пошла ассоциация Земфира, Земфира-монеточка, монеточка-рэперы, и вся вот эта история, которая сложилась в последнее время между Государственной Думой Российской Федерации, силовыми структурами и рэперами. Вы уж простите, у нас все-таки Ахмасква, мы никак не можем вылезти из этой темы социальной. Вы следили за этой историей? Какое впечатление на вас она произвела? Удручающее впечатление. Я, знаете, я отвечу серьезно. Одна из задач гуманитарного образования заключается в том, чтобы людям объяснять на каких-то совсем понятных примерах, таких очевидных, к чему приводит цензура, к чему приводит запреты, к чему приводит такая тупая односторонняя силовая игра с культурой. Понимаете, вот вятки очень много всего связано с Герцогом. Значит, колокол издавался до того, как был придуман Фейсбук и даже Инстаграм. Значит, они привозили тиражи из-за границы. колокол читала вся Россия. Почему? Потому что он был запрещен. Это невозможно было остановить, хотя это было легче остановить гораздо, понимаете, там было небесудонное количество каналов и так далее, и так далее. Ну вот, ну как, пожалуйста, вы не можете это контролировать, но это просто вот понятно. Значит, Галичу запретили выступать, которому тоже сейчас было совсем недавно сто лет исполнилось, Александру Галичу. ему запретили публично выступать. Чем это закончилось? Это закончилось тем, что интеллигенция вся знала Галича. Это было советское время, не было интернета, не было ксерокса, не было принтера, и печатные машинки были чуть ли не так сказать, их можно было посчитать. Ничего не получается. теперь у вас скорость распространения информации такая, что никому невозможно было еще 20 лет назад даже помыслить об этом было трудно. То есть у каждого в телефоне, в кармане телефон, фактически вся мировая культура, вы можете в буквальном смысле одним нажатием кнопки распространить информацию, и вы запрещаете концерт хаски. Но это значит, что силовые структуры и Госдума участвуют в рекламной кампании этого рэкера. Значит, это примерно то же самое, как католическая церковь, как Ватикан пытался что-то такое делать с Гарри Поттером в самом начале. Ну, понимаете, как бы, ну, а Ватикан такая, тоже... А была такая история... Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Что Ватикан возмутил Гарри Поттера? Да, возмутил. Но там, Я сейчас уже не помню, но что-то возмутило. Понимаете? Ну, невозможно. Ребятам, которые там запрещают концерты, надо сказать, слушайте, ну вы уж возьмите топор, не эту веточку рубите, запретите интернет. Вот это будет круто. Они ведь не успокоились, вы в курсе? Да, я знаю. Они объявили конкурс среди молодых рэперов до 35 лет на производство патриотического контента. Да, ну, понимаете, они очень удивятся, выиграет его опять Хаски. Потому что, ну, в общем, короче говоря, все понятно. Я к чему говорю? Что ясно совершенно, что единственный способ запретить условного рэпера является запрет интернета. Но запрет интернета будет рекламой интернета. Дело в том, что я все-таки филолог. Так, и вот у Пушкина есть знаменитая поэма «Медный всадник». И там, когда случается наводнение, выходит Александр I на балкон. В тот год еще покойный царь России правил, значит, печально вышел на балкон. И дальше он произносит фразу «С божьей стихией царям не совладать». Любой правитель должен понимать ограниченность своей власти. Это очень важный момент. Вы не можете совладать со стихией распространения информации. Не. М. О. Ж. Т. Точка. Если вы хорошо учились в школе, вы это понимаете на других примерах. И если вы запрещаете концерт рэпера, то тот человек, кто еще не знал такой хаски, точно знает, потому что это попадает в новости. Невозможно. Знаете, я человек, родившийся в Советском Союзе, я, например, помню прекрасную историю про то, как мы сбили южнокорейский лайнер. Через где-то дней 10 после того, как мы его сбили, в программе «Время» такая информация. Летел южнокорейский лайнер, зашел на территорию Советского Союза и полетел себе дальше. Что это? Зачем об этом говорить? Ну, полетел себе дальше и дальше. Потом следующее. Зашел на территорию Советского Союза, был предупрежден и так далее. И потом, через какое-то время, сказал, что он был сбит. И потом, а, они сами виноваты. Я сейчас не говорю, кто виноват. Это было, какой я сейчас запомню, 83-84 год, вот когда это случилось, не было тогда никакого проникновения. Даже невозможно было сравнить уровень проникновения. Например, за границу никому нельзя было выезжать свободно. А, во-вторых, не было интернета. Тем не менее, Советский Союз должен был на это реагировать. Хотя, казалось бы, да господи. И даже сообщать своим гражданам. Почему? Потому что интернет подобен проникновению радиации. Понимаете? Вот, можно было не говорить про чернобыльскую катастрофу, но, простите, в Швеции почувствовали, что радиация. В Швеции. Понимаете, где Припять, а где, значит, сам. И здесь то же самое. Не надо. Вы не хотите рекламировать хаски? Не надо его запрещать. Потому что культура, это вещь автономная. И если вы начинаете с ней конфликтовать, она вас победит. Потому что, как говорила Ахматова, никто не говорит Николаевская эпоха. Все говорят Пушкинская эпоха. Ну, понимаете, Пушкин что делал? Ничего. Все знают, кто такой Пушкин. А все ли знают годы жизни Николая Первого? Нет. Если вы не знаете, когда был убит Пушкин, ну, скорее всего, вы американский шпион. А если вы не помните, когда умер Александр Первый, ничего страшного. Я вот все-таки не могу понять, Леонид, возвращаясь к этим рэперам, а с чего все началось? Почему это вдруг такая история случилась повсеместная? Как-то так она у нас прокатилась. Что происходит вообще, никак не могу понять. Они жили себе, жили, давали концерты. Кто-то туда ходил, их пасли, там, понятное дело, отслеживали. Что происходит вообще? Ну, происходит... Вы поняли это? Да, происходит попытка, довольно успешная, к сожалению, реванша и возвращения в прошлое. А рэперы это частный случай. Вот и все, что происходит. В литературе тоже самое происходит? Нет, в литературе нет. Вот я сейчас только что общался на прошлой неделе. Два дня назад у меня был, у самого, у меня был эфир на Серебряном дожде с Водолазкиным, на улице новый роман. Там пока цензуры никакой нет. Почему я говорю, что... Почему я сейчас вспомнил Водолазкина? Он выпустил роман, который называется «Брисбен». А в этом романе очень много украинской речи. Прям вплетена украинская речь в русский текст. Но я такой... Вы не посмотрите, такой гимн украинской культуры. Или там гимн, на самом деле, братства этих двух народов. Я думаю, да... Сейчас ему прилетит. Как он вообще издался, да? Ну нет, ему не прилетит. Я надеюсь, скажем так. Если прилетит, это будет уже совсем непрофессионально с точки зрения наших прекрасных кураторов. Это тоже благодаря... Вот такая уверенность существует благодаря тому, что есть интернет. Что? Какая уверенность? Что ничего не случится, что можно будет... Понимаете... Идеи транслировать в литературу. Еще раз. Идеи транслировать всегда можно будет. Другое дело, каково будет, ну... Кого отсекать, кого не отсекать и так далее. Ну вот, литература пока совершенно ее не трогает. Вот там Мединский пытается трогать кино. Да, театр. Да, театр. Ну, повторяю. Невозможно, ну вот как бы, понимаете, ну что, вот они там сейчас будут делать, что там они... Вот они же сделали фильм там про Крымский мост. Да, и не только про Крымский мост. Ну вот они сделали. Меликолепная серия про космонавтов, про футболистов. Да, 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 да. Ну вот они сделали фильм про Крымский мост. Вопрос. Люди это смотрят, ответ нет. Почему? Ну и дальше понятно почему. Потому что культура есть вещь автономная. Понимаете? И, кстати говоря, попытки делать фильм про Крымский мост означают на самом деле, что они не очень уверены в себе. Потому что если вы делаете что-то, в чем вы уверены, то это будет воспето. Это будет воспето, потому что это вещь объективная. Понимаете, про что я говорю? Вот. Поэтому... Кстати говоря, так уж, если отвлекаться от политики, то сам этот Крымский мост, я говорю не про символ, а вот про... Я уверен, что это довольно крутое техническое сооружение. Это в любом случае там транспортная артерия, и это архитектурно, очевидно, красиво, и это мощно, и это величественно. Дайте отстояться. Сделают фильм. К велению сердца. Понимаете? Не надо печь пирожок, когда еще у вас не созрели колосья, из которых вы будете делать тесто. И да. И вот здесь очень хорошую точку мы можем поставить с вами. Благодарю за эфир. Леонид Клейн, автор и ведущий литературных программ, журналист, публицист. И очень важно, я еще расскажу, у Леонида есть свое приложение в интернете, приложение для смартфонов. Я читатель. Масса интересных лекций по литературе. Благодарю вас, что вы пришли сегодня к нам. Спасибо большое. Успешные лекции в политехническом. Спасибо. Там через два часа встретимся. И это не для тех, кто слушает программу в понедельник. Это тех, кто следит за расписанием на сайте Ветгруппы. Спасибо. Спасибо.